друзья всем добрый день на связи александр юнюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка мы сегодня готовимся к новой торговой неделе и так американский доллар продолжает свое слабение да по чуть 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 он идет вниз несмотря на то что происходит резкие всплески это все скорее всего связано с закрытием позиций как раз таки шортовых позиций когда фиксирует частично прибыль потому что здесь был достаточно серьезный дисбаланс судя по сот отчетам фонды продолжают сокращать свою лонговую позицию мы видим что зеленая линия плавно-плавно уходит вниз и они не наращивают и и это для нас самое важное то есть на прошлой неделе у нас было 30 тысяч контрактов лонговых сейчас 26 грубо говоря 27 тысяч контрактов то есть по чуть сокращают лонговую позицию а это признак того что скорее всего эта коррекция с нами еще надолго потому что каждый раз когда коррекция была кратковременным явлением мы видели со стороны фондов покупки да вы можете проанализировать что когда цена уходила вниз фонды начинали подкупать в данном случае они не покупают они просто выходят из позиции поэтому я считаю что в ближайшее время американский доллар еще будет немного слабеть на этом фоне евро и остальные валюты могут показать хорошую динамику так по европейской валюте сот отчеты указывают на то что практически все категории закрывали свои позиции хеджеры немного набрали short позиции но что удивительно то что фонды агрессивно закрывают шорты да это хороший признак того что в ближайшее время европейская валюта будет чувствовать поддержку здесь и со стороны того что американский доллар слабеет и со стороны ожиданий поднятия процентных ставок со стороны европейским центральным банком поэтому ближайшее время по евро он приоритет сохраняется это не означает что с текущих позиций есть смысл сразу брать всю позицию нет коррекции с большей вероятностью будут будут выходить статистические данные которые скорее всего негативно будут влиять так как они достаточно нехорошие выходят в последнее время поэтому здесь он приоритет сохраняется но есть смысл среднесрочные позиции разбивать на несколько входов если цена будет еще корректироваться но в целом здесь он приоритет швейцарский франк пока без изменений ничего сильно не поменялось у нас по швейцарцу как вы видите тоже закрытие позиции но хеджеры немного шорт добрали свой шорт добрали и таким образом у нас в целом все двигается плюс-минус как европейская валюта если евро будет продолжать обновлять свои максимумы швейцарец тоже подтянется австралиец новозеландец канадец здесь плюс-минус одинаковая ситуация если мы посмотрим на сот отчеты тотальное закрытие и по австралийцу и по новозеландцу и по канадскому доллару единственное что по новозеландцу добрали хеджеры немного шорт позиций в целом эти активы уже по чуть выдыхаются мы видим что открытый интерес продолжает снижаться до при растущей цене и по австралийцу и по новозеландцу в целом та же история то есть открытый интерес в последнее время особо не растет и это признак того что тенденция выдыхается то что хеджеры закрывают свои позиции то что фонды закрывают свои позиции это говорит нам о том что они не заинтересованы сейчас в наращивании позиции по текущим инструментов текущих условиях потому что опять же статистические данные выходят не супер хорошие текущие ожидания по поводу ужесточения монетарных политик они уже в цене они уже отыграны даже потому что все уже подняли процентные ставки банк австралии на 50 базисных пунктов банк новой зеландии на 75 базисных пунктов и соответственно эти ожидания уже заложены в цену они вызвали текущее движение и пока дальнейших драйверов для продолжения восходящие тенденции здесь я не нахожу вот мне нравится то что в последнее время много продавали на максимумах цена особо сильно не ушла это хорошо с большей вероятностью мы еще увидим топтание вблизи этих уровней и и после этого получим хороший шорт сигнал по сот индексу канадский доллар сот шорт приоритет мы уже получили ранее да напомню что это было плюс-минус вот в этих местах где у нас сот индекс сошелся в нейтральную область и сейчас он продолжает развиваться до текущая тенденция продолжает развиваться я считаю что канадец также как и австралия с новозеландец будут слабее рынка здесь сейчас фаворите как раз европейская валюта швейцарский франк и британский фунт в том числе по британцу по британцу у нас тоже тотальное закрытие оппозиции причем все категории закрывали поэтому зато отчет не очень интересен нравится то что нет оппозиция у фондов сейчас положительная это с одной стороны хорошо потому что они в целом удерживают на таланге и рассчитывают на продолжение восходящей тенденции но то что открытый интерес падает при этом не очень хорошо говорит нам о том что с большей вероятностью текущая тенденция не будет длительный период развиваться по британцу у меня short приоритет ну точнее не так в спредовой торговли британец я использую для шорта так как он достаточно хорошо вырос у него есть еще небольшой потенциал движения вверх но в целом мы нарвались на хорошее сопротивление в виде трех ордеров трех уровней объема которые выступают сопротивлением и в ближайшее время я рассчитываю на то что британец сделает хорошую коррекцию не тотальный разворот не падение коррекцию как раз на этой неделе будут выходить данные по пмайки будут выходить до деловая активность в британии предварительные данные соответственно это может как раз добавить немного негатива для того чтобы цена скорректировалась прекрасные дивергенции развивались у нас и в конце прошлой недели и на текущей неделе вот вчера у нас хорошая так красивая дивергенция развивалась жаль что не получилось не получили и чистить сигнал либо пин бар хороший с объемом нижней части тогда можно было бы как раз где-то вот тут присоединиться если бы здесь появилась ситуация если бы раньше появилась можно было бы здесь присоединиться но тогда поймать стопик окей по британцу слежу для спекулятивной торговли сейчас он максимально горящий интересен так как много открываются позиции да на прошлой неделе много открыли сейчас много закрыли поэтому движение всегда происходит интересное и накопление тоже классные японская иена без изменений открытый интерес падает если американский доллар продолжит слабеть то японская иена почувствует новый приток сил для того чтобы обновить максимум в целом по японской иене у меня лонг приоритет сохраняется с момента как мы узнали о том что банк японии действительно проводит интервенции на международном рынке со своей валютой для того чтобы поддержать и таким образом он и дальше будет следить за тем чтобы корректировать курс японской иены поэтому я считаю что в ближайшее время по японской иене шортить только если это супер спекулятивная какая-то история внутри дневная среднесрочная есть смысл рассматривать лонги так как японская иена очень сильно упала это негативно для бизнеса и банк японии будет это исправлять дальше у нас bitcoin но скорее всего мы даже не bitcoin посмотрим мы посмотрим эфириум так как по биткоину особо сильно ничего там не поменялось дельта как вы видите около нулевая с по 100 отчетам ничего интересного не происходит а вот по эфириуму происходит интересные вещи так как фонды начали активно закупать фьючерсы на эфириум это первое второе мы видим что дельта отрицательная когда дельта такая отрицательная цена не падает да много продают а цена не падает это означает что есть лимитный спрос поэтому по эфириуму в ближайшее время есть все шансы на то что цена сделает хорошее движение вверх имеется ввиду хорошее движение это там не не до 30 тысяч вырастет не обновить свой исторический максимум потому что сейчас не на чем а сделает коррекцию эту коррекцию можно будет использовать для того чтобы зайти в short потому что в ближайшее время пока что катализаторов для движения вверх по на рынке криптовалют нету агрегаты m2 m1 снижаются то есть у людей кэша мало инфляция продолжает съедать часть их дохода часть их сбережений и таким образом это не самое благоприятное время для инвестиций в криптовалюты среднесрочной перспективе долгосрочной перспективе к используем стратегию dc и плавно плавно накапливаем позицию за три года позиция с очень высокой вероятностью даст очень хорошую прибыль да так дальше поэтому по эфириуму здесь более интересно рассмотреть спекулятивные лонги в рамках текущей недели возможно как раз на закрытии шортов это будет происходить золото по золоту лонг приоритет до середины января даже до где-то до конца января но мне не хотелось и не хочется покупать на таких отметках поэтому часть позиции которые накапливал ранее я удерживаю а вот большую часть позиции хочу добирать как раз ближе к середине декабря когда у нас замаячит на горизонте уже заседание фрс решения по поводу процентной ставки тогда рынок оживиться пока что у нас появился short приоритет по сотый индексу но расхождение было где-то вот здесь да и только сейчас эти показатели сошлись в нейтральную область и в целом я как раз вот плюс минус на такую историю рассчитываю то есть снижение здесь у нас появится лимитный спрос и дальше можно будет прокатиться вверх уже более среднесрочно на месяц зайти в позицию так окей нефть по нефти сильное движение сильные да и вниз резко пошли вверх на спекуляциях опек на заявлениях на том что то сократят добычу то нарастят добычу новые игроки входят в рынок и в целом нефть очень круто отработала всю фундаментальную историю и весь шорт приоритет который был вот здесь сформирован по сотый индексу сейчас что я вижу я вижу что много покупают а цена не растет то есть у нас дельта ярко зеленая не растет цена движение вниз не сопровождается тем что у нас выход реализация рыночного предложения происходит такого нет соответственно это все скорее всего цену опустит дальше вниз так как лимитное предложение достаточно серьезная плюс красивые свечи вблизи уровней сопротивления до с большими объемами в верхней части свечи внизу мы такой ситуации не видим не видим не контратаки не попыток развернуть цену текущие все движения созданы скорее всего как раз закрытием позиции ролированием позиции на следующие контракты здесь еще интересный момент как раз нефть с мазутом так как нефть уже хорошо отскочила а мазут стоит на месте и в целом он копирует движение если так смотреть но с более ярким размахом до в какой-то момент мазут даже обновил свой локальный минимум в тот момент когда нефть находилась далеко от своего локального минимума здесь расхождение было достаточно серьезным и я считаю что есть смысл работать нефть против мазута на сближение ближайшее время появится отличная возможность здесь два варианта использования этой ситуации тот что мне больше всего нравится это дождаться хорошей точки входа по нефти до когда у нас появится контратака дивергенция кумулятивных дельда когда на рынке будет дисбаланс и вот в этот момент будет как раз смысл нефть продать мазут купить и поработать на сближение так мазут он менее ликвидный инструмент и он быстрее догонит нефть ну либо нефть скорректируется единственное что говорит в пользу нефти это оживление на рынке меди да мы видим что по чуть-чуть позиция у фондов наращивается лонговая то есть выход с этого накопления до пробой верхней границы установление нового максимума за фьючерсный контракт они поспособствовали тому что фонды наращивают лонговую позицию плюс в китае по чуть-чуть по чуть вроде как ковидные ограничения уходят и с одной стороны да но потом мы видим новости о том что новая вспышка pmi данные по китаю они сильно не растут то есть они ниже 50 соответственно экономика не развивается для того чтобы медь хорошо росла экономика должна и промышленность должна бурно развиваться тогда мы увидим рост меди поэтому если если в ближайшее время медь сможет закрепиться сделать движение вверх то нефть в это время еще тоже сделает движение вверх именно для этого мы хеджируем свою позицию как раз таки мазутом нефть шорт мазут лонг потому что опять же если нефть пойдет вверх с большей вероятностью мазут также попрет вверх за счет своей низкой ликвидности высокой высшей волатильности он догонит нефть и таким образом в любом случае мы заработаем на сближение этих активов если медь не сможет закрепиться на фоне падающего доллара на фоне свежих данных по pmi мировых то мы увидим движение вниз да и это как раз таки спровоцирует снижение котировок нефти пока что здесь все указывает на то что по рынку медь указывает на то что фонды по чуть накапливают лонговую позицию и с большей вероятностью цену будут дальше подгонять вверх под обновление локального максимума пшеничка продолжает свое снижение мне нравится то что на минимумах пытаются много откупить но это особо никак не влияет на цену здесь цель это установление нового минимума новый фьючерсный контракт как раз таки обновить предыдущие лов ближайшее время будет очень круто и плюс у нас опять же в ближайшее время может появиться шорт приоритет по сотый индексу поэтому пшеничка дальнейшее снижение и фондовые индексы которые сейчас находятся вблизи своего максимума за текущий фьючерсный контракт до достаточно близко к уровням объема и здесь очень близко было к тому чтобы вынести стопик по моей торговой идее связанный с пин баром с контратакой но как вы видите цена немного скорректировалась как раз таки скорее всего на ожиданиях данных ввп потому что данные ожидаются что будет будут хорошие на чуть выше предыдущих чуть лучше предыдущих это сейчас негатив на рынке потому что чем лучше данные тем с большей вероятностью фрс продолжит повышать процентную ставку возможно не такими высокими темпами не по 75 базисных пунктов но повышение процентной ставки ужесточение монетарной политики и сокращение балансов это негативно влияет на фондовый рынок и в целом на конъюнктурное развитие экономики вот поэтому по фондовым индексом я рассчитываю на то что рынки дальше будут просить повышение процентных ставок это будет давить на котировки фондовых индексов плюс в конце этой недели мы увидим еще данные по рынку труда это также добавит волатильности на этот рынок так и по спредам самое интересное это наверное по спредам фунт против канадского доллара в пятницу писал в текстовой заметке о том что есть смысл заходить на сближение в принципе этот смысл и сохраняется есть смысл и работать на сближение по данным активом даже с учетом того что по конкретно канадскому доллару наш у нас short приоритет но британец может скорректироваться быстрее активнее за счет того что он сейчас находится выше и после обновления максимума как раз таки сделать хорошую коррекцию к уровням накопления до к области накопления это было бы интересно вот сюда бы британец так ляп да канадский доллар постоял на месте и таким образом мы получили схождение спреда также можно использовать торговую идею британец против австралийского доллара они плюс-минус одинаковые эта идея у нас появилась в середине месяца в связи с тем что в это время как раз таки австралийский доллар был дешевле чем канадский доллар по своей динамике ну а британец самый дорогой как был так и остается вот поэтому как вариант можно использовать эту торговую идею она один раз уже дала заработать я считаю что текущий тест новых максимумов он как раз тоже даст возможность прокатиться на сближение по этим активом плюс австралиец выглядит как-то чуть сильнее чем канадский доллар по сот отчетам по целом потоком ликвидности и здесь как по мне выше вероятность работы на сближение ну что в ближайшее время сойдутся эти инструменты потому что в основном всю британец против канадца в основном все будет зависеть от британца канадец достаточно такой сейчас спокойный а вот против австралийс австралиец еще может немного вырасти до британец корректируется австралийс вырастет это даст буст для сближения новозеландец против австралийца пока не сходятся жду да но в целом идея понятна новозеландец достаточно сильно подрос австралиец не так сильно данные по процентных ставках по состоянию экономики плюс-минус одинаковые но по новозеландцу были ожидания что ставку будут поднимать значительно выше чем по австралийцу так и произошло ожидание оправдались драйверов для дальнейшего движения цены вверх пока нет ну они сейчас как раз как раз там формируется на кросс курсе такая проторговка скорее всего и с этой проторговки цены начнут сходиться золото против серебра пока ничего интересного и в целом все если у вас остались вопросы пишите в комментариях пишите в телеграме понравилось видео ставьте лайки до встречи в пятницу будем подводить итоги недели как раз посмотрим что нам приготовил рынок труда я надеюсь вы воспользовались возможностью купить продукты компании этого это эксперт со скидкой на черную пятницу либо в кибер понедельник если кто не успел у вас еще есть шанс написать в саппорт сказать что о извините проспал и воспользоваться этой возможностью всем счастливо до пятницы на связи